В Геленджике дождь хоть и не бил рекордов по выпавшим осадкам, но экстрима курорту добавил. Тучи выливали всё сразу. Такой ливень называют залповым. Его атаку выдержит не каждая ливнёвка. Фонтаны и бурлящие реки блогеры снимали там, где их традиционно ждут. К примеру, на проблемном перекрёстке Ленина и Островского. Но даже самые полноводные улицы жители Геленджика не пугали. Погода в приморском городе часто делает пируэты. Унесло столы. Сейчас получается вот тут как волны. Море прикольное. Это обычное явление, когда у нас в Геленджике дождь как из ведра. Потом по набережной всё плывёт. Плывут коробки. Иногда плывут люди в надувных матрасах. Но сегодня плыли только коробки. Убирали город полсотни работников коммунальных служб. Досталось от стихии набережной. Туда нанесло мусор и камни. А пляжи вода наоборот раздела. Сразу пошла с ливнёвки вода. Нахлынула ручьём. Даже можно сказать речкой. Прямо вот в центральную часть пляжа. И весь песок начало смывать в море. Устраним мы, я думаю, это в течение ночи. Технику будем загонять. Больше всего от непогоды в Геленджике пострадал пляж спортивный. Именно здесь намыло потоком воды вот такой вот проран. К капризам погоды все были готовы. В настоящий момент сотрудники пляжа ведут расчистку территории уже в скором времени. На этом месте можно будет отдыхать, как и прежде. Разумеется, с оглядкой на погоду на Кубани продолжает гостить циклон. Он уже показал, на что способен. В Новороссийске, Джубке и Лермонтово над морем наблюдали целый парад смерчей. В Геленджике сегодня их было три. К счастью, ни одна из воронок на сушу не вышла. 26 июля. Смерчик. По прогнозам синоптиков, штормить по краю будет до четверга. Ливни с грозами, градом и шквалистым ветром обещают и в Сочи, которые ещё восстанавливают после наводнения, случившегося в минувшие выходные. Туристам рекомендуют не парковать машины под деревьями, рекламными щитами и там, где есть проблемы с ливнёвкой. От отдыха у воды лучше воздержаться.